Мэр Магадана Юрий Гришан и депутат Государственной Думы Оксана Бондарь обсудили реализацию национальных проектов в областном центре Колымы. Одна из ведущих проблем – дороги. Муниципалитет нуждается в дополнительном финансировании. Отремонтировать нужно не только проезжие части, но и тротуары. Тем не менее, городские власти сделают все возможное. У нас в городе Магадан с твердым покрытием около 300 километров дорог. Сделаем мы в этом году, может быть, там полтора километра, но в тех параметрах, которые закладываются в дорожной карте программы нацпроекта БКД 2.0. Это тротуары с двух сторон, это ограждение, это освещение, озеленение, светофорные объекты, пешеходные переходы. Также в Магадане реализуют нацпроект «Культура». В рамках него предусмотрена закупка музыкальных инструментов для детской школы искусств имени Барляева. 5 миллионов рублей в следующем году направят на оборудование центра детского чтения, который находится на улице Гагарина. Кроме того, в перечень включили строительство культурного центра и детских садов. Предусмотрены средства на строительство культурного центра. Строительство планируется с 2021 по 2023 год. Планируется выделение средств на музыкальные инструменты для детской школы искусств имени Барляева. Планируется выделение средств на строительство двух детских садов на улице Морщиканской и в третьем микрорайоне. Еще одна тема, которую обсудили Юрий Гришан и Оксана Бондарь – проект «Чистая вода». На встрече присутствовал руководитель водоканала Анатолий Попов. Он рассказал о работах на водоводе по улице Речной и трубопроводах по Октябрьской, Берзино и Нагаевской. Депутат отметила, что вместе с правительством Колымы и профильным министерством России муниципалитет сможет справиться с проектом быстрее.